Здравствуйте! В эфире программа «Время новостей». Как и обычно в этом выпуске, только самые интересные и важные темы дня. Если снабжение Крыма прекратится, и эта нитка электропередач перестанет действовать, то таким образом Украина бьет по своему собственному населению. За или против? Эксперты оценивают итоги опроса крымчан в отношении договора на поставку электричества из Украины. Он поступил в больницу в состоянии, как, не знаю, комментировала одна из врачей, что такое видела только на фотографиях из Освенцима. Неравнодушные крымчане просят помочь маленькому Глебу Чихунову, который попал в смертельно опасную жизненную ситуацию. Представляет собой сказочных героев, выполненные ручным способом. Подарок из прошлого. В Евпатерийском краеведческом музее открыли уникальную выставку. В новом году в Крыму, как и на всей территории страны, ожидается снижение количества природных ЧАЭС. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций России. Тем не менее, крымчанам расслабляться не стоит. На протяжении всего года на полуострове прогнозируется возникновение лесных пожаров раньше сроков, а также такие погодные явления, как сильные ветры, дожди, снегопады и крупный град. Сохраняется и высокая вероятность сейсмособытий с магнитудой от 5,5 до 6,5 баллов. Возможно, как аварии в системе электроэнергетики, так и риск обрушения зданий и сооружений. В остальном же крымчанам беспокоиться не о чем. Техногенных пожаров и взрывов, крупных аварий на транспорте, а также роста солнечной активности на полуострове не ожидается. На Керченской переправе изменили расписание паромного сообщения. Об этом заявили в пресс-службе морской дирекции. График движения паромов оптимизировали из-за снижения пассажиропотока. Сейчас курсируют два из них, каждые два часа через два. Очередей с обеих сторон нет, переход работает в штатном режиме. Напомним, в канун Нового года из-за усиления ветра в акватории Керченского пролива на переправе было объявлено штормовое предупреждение, и она была вынуждена приостановить свою работу. Новый год многие симферопольцы встречали на главной площади крымской столицы. Несколько тысяч человек пришли на концерт, который организовала город-администрация. По-настоящему зимняя погода не испугала никого. Люди танцевали, смотрели концерты, театрализованные представления наблюдали за салютом. Не забыли организаторы праздника и о безопасности. Желающим попасть на площадь нужно было пройти рамки металлодетекторов. Чувствуется дух народа, крымского народа, крымчан. Я рад, что несмотря на очень морозную, но хорошую погоду, все-таки люди нашли в себе силы и пришли на центральную площадь. Самое главное, чтобы мы были едины. Остальное все ерунда, все будет хорошо. Свою статистику первых праздничных дней озвучили и крымские силовики. В период с 31 декабря на 1 января на территории республики произошло 13 пожаров и 21 возгорания. Сотрудниками МЧС было спасено 2 человека. На водных объектах и в горно-лесистой местности обошлось без происшествий. В свою очередь сотрудники МВД также предупреждают крымчан о соблюдении правил безопасности. Большинство аварий с участием пешеходов происходит в темное время суток. Связано это с тем, что водитель не всегда может заметить на дороге человека в темной одежде и не успевает вовремя среагировать. Поэтому во время новогодних праздников всех просят быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. И в продолжении темы. Нарушители ПДД в новом году теперь будут уведомлять о возможности оплатить лишь часть штрафа. С 1 января в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Отныне, если оплата соответствующего штрафа производится в течение 20 дней, со дня вынесения постановления нарушитель имеет право на своеобразную скидку в размере 50% от общей суммы. Впрочем, нововведение коснется далеко не всех. На общих основаниях придется отвечать водителям, которых признают виновными в наиболее опасных и грубых нарушениях ПДД. К таковым отнесли управление автомобилем в состоянии опьянения, превышении скорости, проезд на красный свет, движение по встречной полосе или во встречном направлении по односторонней дороге, а также управление незарегистрированным транспортным средством. В полном объеме заставят платить и тех, кто отказался проходить медицинское освидетельствование, либо прежде уже привлекался за нарушение ПДД. Аэрофлот предлагает новые условия перелета в Крым. Отныне все желающие посетить полуостров самолетами этой компании могут воспользоваться так называемыми плоскими тарифами. До 26 марта нового года включительно стоимость перелета рейса Москва-Симферополь-Москва составит 7 тысяч рублей в оба направления и 3,5 тысячи рублей в одной из них. С 27 марта по 29 октября тарифы вернутся к прежним значениям, которые были установлены на 2016 год. То есть 8,5 тысяч рублей туда-обратно и 5 тысяч 100 рублей в одну сторону. Напомним, инициатива обеспечит транспортную доступность регионов России и для ее жителей принадлежит президенту Владимиру Путину. Программу плоских тарифов Аэрофлот разработал и запустил с целью данную инициативу поддержать. Луганская Народная Республика будет и дальше сотрудничать с Крымом в сфере детского здравления. Об этом сообщает агентство РИА Новости. По имеющимся данным, предварительные переговоры по вопросу о размещении детей с Донбасса на территории России уже состоялись. При этом количество детей, отправляющихся в Крым, власти ЛНР хотят увеличить в 2-3 раза. Напомним, за 2015 год на территории России побывали свыше 10 тысяч юных жителей ЛНР. Целью их приезда в нашу страну был отдых и оздоровление. Исследования социологов на тему заключения контракта о поставках электроэнергии с Украины, которое было проведено в Крыму-Севастополе по поручению президента Владимира Путина, оригинальная идея с двойным смыслом. По словам экспертов, проведенный соцопрос, что называется, документально засвидетельствовал отношения жителей полуострова к Украине. А главное, в очередной раз указал Западу на то, что Крым – это неотъемлемая часть России. Компетентные мнения собирал Эдуард Здоров. Главной задачей опроса было документально подтвердить и так понятное мнение крымчан, чтобы у недоброжелателей не было даже намека на неправдивую интерпретацию незаключения договора на энергопоставки со стороны Украины. Отношение к действиям страны-соседки уже таково, что крымчане выбирают временные трудности взамен призрачной украинской любви. А опросом власти нашей страны убили сразу нескольких зайцев. Один зайц, который постоянно Европейский Союз, так сказать, вопрос о нем поднимает. Давайте вы еще раз референдум законный или какой-нибудь там еще проведете. Второй зайц – это, конечно, сложность вот этого контракта. И понятно, что крымчане проголосовали за временные трудности. Россия в своеобразной шахматной игре обыграла Украину, поставив незалежной детский мат, считает член общественной палаты Крыма Вадим Петров. И суть тут не только в результатах опроса. Ведь если не будет контракта на поставку электроэнергии, страна-соседка, в которой так дефолт, теряет серьезные деньги, которые за эту электроэнергию могли бы платиться. Да и мало кто знает, что многострадальная линия Каховка-Титан на территории Крыма не обрывается. Она питает еще два района Херсонской области, которые входят в состав Украины. Пока. Если снабжение Крыма прекратится, и эта нитка электропередач перестанет действовать, то таким образом Украина бьет по своему собственному населению. Это несколько десятков тысяч человек, жителей Херсонской области, двух районов Херсонской области, которые таким образом лишатся электроэнергии. А недовольство населения в соседнем регионе Украины и так очень серьезное. Местные все больше страдают от терроризирующих их боевиков, участников блокады Крыма. А вот для полуострова политологи видят только перспективу. Испытания, которые выпали на долю крымчан, только закалили население, да и власти полуострова. Такая сложная организационная работа в критических условиях позволит отработать. В общем, модели достаточно критические позволят найти слабые места в системах управления, в системах поставок энергосбережения. И, то есть, ну, скажем так, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Отказ от украинской электроэнергии – это толчок к развитию внутренней генерации и скорейшему завершению строительства энергомоста, считают эксперты. Сказав «нет» Украине, крымчане сказали «да» развитию своего региона. С появлением новых электростанций появятся рабочие места и запас энергии для реализации самых смелых проектов. Эдуард Здоров, Андрей Трещук. Время новостей. В справедливости результатов в ЦИОМ мы решили убедиться сами. Наша съемочная группа вышла на улицы Крымской столицы, чтобы узнать, на самом ли деле они готовы пожертвовать личными удобствами в угоду твердой государственной позиции. Выслушал симферопольцев Дмитрий Попов. Александр Королев со своими друзьями праздновал Новый год в Симферополе. Его дом находится на улице Полины Осипенко. Туда свет подают по графику 6 через 2 часа. Для того, чтобы торжество не было сорвано, приобрел генератор. Мощность данного генератора почти 3 киловатта 2,8. Расход у него небольшой, где-то литра полтора в час, это при полной нагрузке. А так, ну, литр хавает. Под бой курантов генератор уже не понадобился. Электричество к тому моменту включили. Александр уверен, не нужна нам поддержка из-за границы. Своими силами справимся. Моё мнение, то, что с Украины, ну, я бы не брал лично, потому что Украина зарекомендовала себя как ненадёжный поставщик. И, как говорили уже в новостях, неоднократно то, что лучше дождаться своего. К тому же, по его мнению, так как сейчас праздники, без постоянной подачи света прожить проще. Ведь почти у всех выходные. И можно посвятить это время общению с близкими, а не интернету и телевидению. На что рассчитывали украинские власти, когда перестали поставлять электричество на полуостров? На то, что крымчане почувствуют свою зависимость от незалежной? Или на то, что наша республика станет своеобразным рычагом давления на Россию? Но, несмотря на все эти мотивы, местные жители уверены, все эти затеи обречены на фиаско. Ведь мы уже сделали свой выбор на референдуме. Может, в Украине и делали ставку на то, что трудности изменят мнение крымчан. Но в реальности оказалось всё ровно наоборот. Дмитрий Иванов живёт в Алуште. 31 числа света не было аж до 10 вечера. Готовился с семьёй встречать Новый год при свечах. Стол накрывали в полутьме. Но, несмотря на все неудобства, считают, что украинские мегаваты лучше не брать. Они того не стоят во всех смыслах. Мы не согласны брать электричество с украинской стороны, потому что их требования насчёт того, чтобы мы признали себя частью Украины, Крым и Севастополь, мы не согласны. Мы согласны перетерпеть эти 3-4 месяца, но только не быть с Украиной. В единстве с жителями республики волшебник Дед Мороз. Сожалеет, что нельзя купить и подарить крымчанам больше терпения. Для того, чтобы гуманнее относиться к проделкам бывших соотечественников. Ещё чуть-чуть, и мы перетерпим. А там, что на той стороне сотворили, вот тут, чубаров и кучка вот тех бабаёв. Да ради бога. Нам же ж наоборот от этого. Мы подальше от них стали. И всё. Мне людей там жалко, на той стороне. Пока что Крым способен обеспечить себя электричеством на 80%. В такой ситуации особенно важно бережно относиться к ценным мегаватам. Ведь от этого напрямую зависит точность соблюдения графика включения света. Дмитрий Пупов, Антон Кузнецов. Время новостей. Неравнодушные крымчане просят помочь маленькому Глебу Чихунову, который попал в смертельно опасную жизненную ситуацию. По словам волонтёров, полуторагодовалого ребёнка избила собственная мать. Сейчас Глеб находится в Республиканской детской клинической больнице. Люди хотят, чтобы виновные ответили за садейное, пока приносят мальчику всё самое необходимое – памперсы, пелёнки, одежду и игрушки. Жители полуострова, которые в новогодние праздники отложили все свои дела, выслушала Анастасия Соленика. История, которая произошла с полуторагодовалым Глебом из Джанкоя, уже всколыхнула весь интернет. В социальных сетях неравнодушные крымчане бьют тревогу и просят о помощи. По словам волонтёров, маленький Глеб стал жертвой собственной несовершеннолетней матери, которая морила его голодом и избивала. Из-за полученных травм ребёнок и оказался в больнице. В новогодние праздники эти люди отложили нарезку салатов и всю сопутствующую суету. Пришли поздравить малыша. Истовая ленту новостей, заинтересовался. Стал проверять информацию и не смог остаться безучастным. Ребёнок находился в семье, где была мама, где была бабушка. Хорошая, плохая – это уже вопрос второй. Тем не менее, он поступил в больницу в состоянии, как, не знаю, комментировала одна из врачей, что такое видела только на фотографиях из Освенцима. С точки зрения законодательства, если посмотреть, не всё так просто. Ну, возможно, родители дали неверную информацию. Может быть, что ребёнок просто упал или что-то подобное. На сегодняшний день мы видим, что такое количество травм накопленных. За один день такое не происходит с организмом ребёнка. Помогают чем могут. В больницу приходят каждый день по несколько человек. Деньги на лечение мальчика не нужны. Медицина бесплатная. Мария тоже не смогла сидеть сложа руки. Говорит, это судьба. У самой маленькой сына зовут его тоже Глебом. В руках у девушки тяжёлый пакет. В нём всё самое необходимое для малыша. Я собрала всё по минимуму, конечно, пока что. Но я собрала одежду, потом собрала памперсы, потом собрала оба ботиночки. И, естественно, попросили очень волонтёра насчёт одноразовых пелёночек. А вот Тата решила позаботиться и о настроении Глеба. Мои мальчики, сыновья передали ему Мишку, чтобы у него всё было хорошо, чтобы он его согревал в Новый год, будет его другом. Собрав все подарки вместе, они направляются в реанимацию о состоянии здоровья. Малыша узнают от дежурных врачей. К мальчику пока не пускают. Какое состояние у мальчика? Состояние его тяжёлое по основному заболевание, но с положительной динамикой. Жить будет? Конечно. Мы очень ждём его выздоровления. Мы тоже. Он уже кушает, да? Кушает. Ребёнку что-то нужно? Ну, пока всё, что... Мы будем каждый день приходить, узнавать. Больше всего неравнодушные граждане хотят, чтобы мать мальчика ответила за содеянное. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Джанкойского района. Волонтёры переживают за судьбу мальчика и даже хотят оказать содействие в том, чтобы найти ему новую семью. Мы задумывались над этим вопросом, чтобы в какие-то службы обращаться. Может, даже лично к людям, которые хотят усыновить ребёнка, воздействовать на то, чтобы он обрёл хорошую семью. А пока неравнодушные крымчане и дальше планируют навещать малыша и оказывать ему всяческую помощь. Всех неравнодушных просят приходить в больницу и помогать, чем могут. Они верят, что уже в новом 2016 году малыш поправится и ситуация нормализуется. Анастасия Соленик, Александр Тегнеридно. Время новостей. Общество православных врачей имени святителя Луки подвело итоги своей работы. Поприветствовал и наградил духовенство и медиков, всех тех, кто преуспел в делах милосердия и сострадания лично, Владыка Лазарь. В рамках конференции Симферопольская и Крымская епархия также подписала договор о сотрудничестве с Минздравом Республики Крым. Врачующие душу и тело собрались в актовом зале Таврической духовной семинарии. Весь год неустанно трудились люди в белых халатах и подрясниках. А эти встречи медиков и пастырей, по словам Владыки Лазаря, как никогда актуальны сегодня. Ведь среди нас еще много людей обездольных, тех, которые нуждаются нашей братской помощи, деятельной, христианской. А ведь именно для решения этих целей и было создано общество православных врачей Крыма. 14-я конференция Общества православных врачей неизменно собирает не только тех, кто уже много лет трудится на Неве Божьей и исцеляет болящих, но и совсем юных студентов-медиков. Прережную часть они всегда помнят о том, кто покровительствует им и в учебе, и в будущей работе. И их наставники помнят. Святитель Лука – гениальный хирург, ученый, художник, скорый помощник. И свято чтут его память. Уважение этому человеку, нашему коллеге по профессии и коллеге-священнослужителе, который смог объединить в себе служение традиционной медицины и служение Бога, направленное на человека, это не каждому дано. И он является примером для нас. Это лучший пример для тех, кто только готовится стать врачом и кто уже им стал. Да и, впрочем, для всех нас. Юлия Орлова, Иван Ковалев, Екатерина Пескунова и Юрий Рябов. Время новостей. Во всеоружии встретил новый 2016 год и Евпаторийский краеведческий музей. Там представили редкую коллекцию елочных игрушек и открыток 30-х, 80-х годов 20-го столетия. Украшает выставочный зал «Трехметровая ель». Ее тоже нарядили в стиле ретро. Елена Бережная убедилась, атмосфера музея переносит в прошлый век каждого, кто найдет время и посетит его. Сложно представить, но некоторые из этих игрушек разменяли уже восьмой десяток лет. Каждое новогоднее украшение здесь – настоящее произведение искусства. В 20-м веке люди делали их сами – из прессованной ваты, стекла, тисненого картона. Сегодня самые редкие из них бережно хранятся в этой витрине. Представляют собой сказочных героев, выполненные ручным способом. Папье-маше, звезда, петушок, птичка. Вы видите здесь серию игрушек, представляющих дирижабли. Также большой интерес представляют игрушки, выполненные в виде столовой посуды. В самом центре выставочного зала красуется трехметровая новогодняя елка. Ее тоже украсили в стиле ретро. Звезды, шары, новогодние персонажи. Все эти неизменные атрибуты праздника теперь здесь, благодаря бессрочной акции «Подари музею игрушку». Жители города, приезжие, гости города откликнулись и с удовольствием приносили в дар музею эти прекрасные новогодние игрушки, которые и сформировали нашу такую редкую коллекцию. За последние 15 лет собрать удалось более 600 старинных новогодних игрушек и открыток. Здесь они обрели новую жизнь, уверена жительница Евпатории Валентина Александровна. Она показывает украшения, которые сама подарила музею и делится воспоминаниями. Вот это вот игрушечка. Потом шишечка здесь вот она вот такая, на розовую только была. И огурец. Игрушки у меня хранились очень давно. Их еще мне тетя моя передала. Хранили их дети очень с таким вот интересом. Наряжали елку этими игрушками. Символ наступающего года – огненная обезьяна. На этой елке она в единственном экземпляре. Изготовлена пластиковая игрушка в конце 80-х, рассказывает ее бывшая владелица. А елочным украшением стало сравнительно недавно. В детстве, когда мне было лет 10, наверное, у нее были еще такие волосы красивые, которые в свое время сняла, тоже в детстве играясь. Ну и позже принесла сюда в музей. Хоровод вокруг елки водят главные новогодние персонажи – Деды Мороза и Снегурочки. Самый старинный экспонат выпущен в 40-х годах. Пока их в коллекции музея около 20, но в дальнейшем, надеются, сотрудники станет намного больше. Калейдоскоп елочных игрушек будет радовать евпаторийцев и гостей города все новогодние праздники. Кроме того, сотрудники музея готовят для своих посетителей целый комплекс интересных мероприятий. Это будут мастер-классы для молодежи по изготовлению елочных игрушек и тематические вечера. Елена Бережна, Александр Чукалов. Время новостей. Евпатория. И пока это все новости к данному часу, но мы не прощаемся с вами и продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин